друзья всем привет сегодня у нас походная кухонная тематика как бы в преддверии выхода видео под новогоднюю ночь вот это наверное вообще очень актуально так потому что главный на кухне кто нож конечно без него ничего не нарежется ничего не разделается вот но перед этим друзья разрешите вас поздравить с наступающим двадцатым годом прямо души желаю всем здоровья благополучия в семье мира в семье потому что это одни из основ скажем так хорошей жизни нашей потому что если не будет здоровья и не будет взаимопонимания в семье все остальное но наверное она уже отходит на 2 даже на четвертый на пятый план поэтому берегите себя берегите близких заботьтесь желаю чтобы все ваши пожелания которые не успели исполниться или не в полном объеме исполнились двадцать первом году в двадцать втором сбылись ну кратенько много говорить я конечно не умею красиво но все же таки от души друзья поздравляю и надеюсь что у всех все будет хорошо двадцатом году так а теперь наверное давайте вот поход на кухонная тематика открывашки уже стандартная ниже впились наверное в ассортимент мой очень хорошо да кстати новый фон травку прикупил себе вот как на травке то она как у кого на мониторах отражается напишите пару строк черканить пойдет не пойдет снимать не снимать на такой травке потому что ну у меня хорошо выглядит так как у вас не знаю так буду признателен так значит смотрите открывашки сделал другой финиш немножко вот открывашки n 690 вот вот такие вот штуки красивые тут линзовидные линзовидный спуск идет чтобы было более удобно резать вот и вот такие вот четыре штуки не дешевое удовольствие потому что сейчас вообще в принципе материал очень подражали но кому нужно она очень хорошо скажем так спасает нож от убийства а банки все остальное прочее то есть ну и можно что открывать банки открывать бутылки здесь здесь и можно вот удивитесь можно почистить морковку потому что достаточно острая полукруглые вот так вот пожалуйста все что угодно вот такие вот четыре открывашки из n 690 наверно такой финиш оставлю мне больше нравится чем глянцевый такой матовый это сейчас покажу это заводская скажем так это литье заводской как лист выливается просто все отшлифована чтобы вся весь нагар убран и получается вот такая вот шагрень хорошая прям очень приятно так тактильно приятно наш приятнее чем отшлифованы могу отшлифовать но честно говоря вот такая мне больше понравилось вот вот такие вот открывашки 4 штуки ну вот в сторонку отложил так и теперь три пчака многие знают я очень люблю эти ножи прям очень люблю вот я не знаю почему но мне ими удобно работать кто-то брал говорит неудобно кто-то брал год очень удобно так у нас здесь три ножа три пчака в разных железках давайте сразу покажу наверное вот вот такие ножны то есть они для переноса не для раньше делала хлястик большой да очень сильно утяжеляет нож и он абсолютно ни к чему то есть вот это вы можете убрать вот так вот застегнуть да и убрать куда-то там в тумбочку шкафчик еще куда-то то есть до момента посмотрите шкуру до момента переноски достать а если будет вот такой еще вот примерно такого размера то есть грубо говоря хлястик был всегда вот да прям вверх рукоять очень неудобно оно не нужно поэтому как не нужный рудимент я его убрал так задавали вопрос по тому для кого эти ножны то есть друзья я правша вот видите то есть если вы заметили как я открываю то есть вот мне вот так или вот так вот мне открывать неудобно мне все равно придется переворачивать нож и брать в рукой то есть почему а то есть для правши именно вот так то есть вот одна рука я уже показывал то есть я могу хлястик вот так-то стегнуть и нож в руке если хлястик будет вот с этой стороны как вот все думают или привыкли это будет неудобно всегда нужно будет две руки то есть либо левой одной но левой мне не удобно да я правша вот то есть опять же отстегнул и у меня нож в руке уже сразу опять же даже если две руки я использую я делаю держу здесь открываю так и нож в руке если левша то открывать надо с этой стороны и убирать под всегда под рабочую руку так надеюсь понятно объяснил почему с этой стороны так значит дальше здесь три стали и джекей lmax и с 90 в почему походная потому что вот этот пиджики чик он во первых сделан с прямым обухом во вторых здесь толщина обуха идет около там трех с половиной четырех миллиметров сейчас секунду здесь померю 3 и 8 если быть точным 3 8 миллиметра то есть это достаточно такой хороший походный нож который можно с собой взять размеры вот этого вот самого клинка 140 миллиметров 140 и ширина тут получается на 38 140 38 и 38 то есть достаточно так он сведен в ноль да он будет еще заточен в линзу линза видно за . не спуске линза видно не путайте а именно за . линза видно вот и достаточно пиджики конечно дрова им рубить нет но веточку им срезать прямо вполне можно так смел то есть вот такая вот рукоять такой формы как у этих теперь на пчаках только такая рукоять идет прямой нету почему то есть она уходит за линию раньше шли рукоять все по линии обуха сейчас она уходит вверх так намного удобнее резать то есть если поварским хватом у вас вот это упирается сюда и вы можете резать если полным хватом вот так какой-то силовой рез сделать или я не знаю ну этим ножом силовой рез конечно тоже чревато делать потому что сведение здесь вообще никакой очень тонкий нож сейчас попробую вот видно хорошо да у тебя провожу еще раз покажу он тоненько сведен пиджики это скажем так вот этот случай из из пиджики я не буду пчаки ребят делать это исключительный случай просто мой хороший знакомый мой старый заказчик уже не один нож у меня взял он попросил ну пожалуйста мир сделай пошел навстречу объясню почему но пиджики это кошмар то есть ну во первых я ему сказал что здесь большого такого клинка не будет на пиджики вот слесарить пиджики вот в таком размере это от проще 125 наверно сделал чем спиджики давай вот клинок финиш гельбант из g10 то есть все хорошо тут выглядит на рукояти здесь стоит сувель амбойны то есть у меня был огромный кап и вот это вот сувелистая часть которая вот от него осталось двухцветный вот зачатки капа видно остатки она вот никуда кроме как ничего сверхъестественного в этой деревяшки нету надо вот но в принц смотрится очень красиво за счет того что двух цвет вот эти вот подтемнение рукояти все остальное прочее вот тут такой кап джекей 140 38 38 то есть это хороший походный кухонный нож то есть его если он упадет он не сломается его достаточно допустим если заточку делать не для кухни именно для похода ну прям хорошо будет можно и косточки и на разделать можно в общем принципе замечательный нож так дальше идут два больших пчака таких он нам так давайте вот elmax наверно покажу здесь идет здесь прямые спуски единственный нож хотел сделать линзу не стал но ну очень из-за толщины обуха он прям очень дубовый очень дубовый получался поэтому чтобы был рез пришлось сделать прямые спуски значит здесь у нас идет линза сейчас попробую как показать ну то есть каждый ножичек ну ранее было на канале я показывал как я проверяю каждый нож нарез то есть тупой нож абсолютно сейчас тут но не знаю тут будет видно нет тут слегка поблескивает реже кромка вот она тоже будет все это заточено все будет приведено elmax гельбан g10 идет черненький и желтый шпальт ореха очень красиво смотрится такими вот размер вот это вот клинка один из моих любимых сто сто восемьдесят семь но почти 190 до этого и на 46 можно чуть там 190 на 48 самый оптимальный такой размер очень удобный сведен также в ноль попробую показать если получится вот хорошо видно сведен он в ноль практически на тень надо боюсь на самом деле сильно давить потому что поблескивает потому что очень страшно если честно говоря сломать режущую кромку а сломать ее легко так вот такой пчак и зал макса и такой же ровненько из с 90 в тоже линза но тут уже стоит на рукояти ясень гельбан g10 края черный вот такая вот такой вот ясень очень красивый ясень на самом деле вот по видео я не знаю но все равно видео она не передает всей вот красоты дерева вот тоже линза хотя им скажу 90 высли сались на такой длине тоже еще то удовольствие так здесь здесь примерно так же он получается вот 100 190 он выходит 190 на 46 достаточно такой тоже хороший широкий клинок и толщина тут обувь где-то два с половиной геометрия то есть получается вот такая вот волна образно говоря так горболёчком рукоять для кухонника это самый цинус прям вот вообще отлично вот такие вот кухонно походные варианты то есть это поход но это можно на кухне также кинуть если банку открыть если вот нет этих открываешь час все банки с этими открывашками вот отличный полевой кухонник достаточно толстый достаточно мощный которым можно и ветку стругануть которым можно там нарезать все что угодно батонить конечно нет батонить нет тут сидение надо делать ну я не знаю 03 наверно тогда пожалуйста батоните на здоровье иначе просто он сломается он выкрашится вот это уже было такое вот когда пробовали ножом с тонким сведением батонить деревяшку просто выкрашил срежущей кромкой все и пришлось его перетачивать так друзья вот такой походный кухонный набор понравилось не понравилось пожелание поздравления комментарии критика все все в комментарии либо на почту если кто-то хочет связаться пообщаться и все такое прочее пожалуйста пишите звоните у кого есть телефон у кого нет тогда пишите на почту будем разбираться что и как все всем спасибо еще раз всех с наступающим новым годом пусть все будет лучше чем был все всем пока и до встречи